Вы на канале новости БП. 300 полицейских и 47 автоэкипажей Департамента полиции Жамбылской области, а также 520 военнослужащих Национальной гвардии. Временно перекрыты дороги к месту происшествия, в том числе и автодороги «Железная дорога» сообщением Тараса Алматы, написала пресс-служба МВД РК в Инстаграм. Как уточняется, на данный момент в школы Тараса эвакуировано около 1200 человек, жителей сел Кайнар, Ботам Мойнак, Жибек Жолы и станции Ужбулак Байзакского района. По факту возгорания на воинском складе в Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса РК, нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Ранее сообщалось о том, что в 19.00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло 6 взрывов. По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав ВЧ 5513 в количестве 520 человек. Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов. Перекрыты автодороги Алматы Тарас с тремя экипажами ДПС области, Тарас и Алматы пятью экипажами. Также стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией ряд поездов могут задержать. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев обратился к жителям Тараса и близлежащих к взрывам сел. Президент Казахстана Касым Жамбылской области